Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания агрожилования. Мы представители немецкого завода КВД. Сегодня мы находимся в Днепропетровской области у блогера и фирмера Агромакса. Приветствую, Максим. Агромакс осенью приобрел агрегат по технологии Култан у нас с украинской немецкой проекта. И сейчас мы находимся на полях, где поработали и осенью и весной, и были опыты заложили, но я думаю Максим чуть-чуть нам скажет, какие опыты он закладывал, где вносил, где не вносил, где осенью, где весной и так далее. Какие опыты там видения было по технологии Култан? Мы купили Култан, соответственно сразу же осенью упустили в работу. Заехали мы осенью вносили КАС, сделали опыты на этом поле. Есть осеннее и весеннее, половину мы сделали только осенью, но края обрабатывали и осенью. И есть, оставили и сделали только весеннее внесение. Ну посмотрим, хотя там мы делали два раза, осеннее и весеннее, потом без КАСа и только весеннее внесение. И посмотрим, что оно покажет. Там уже какая-то бункер, комбайн нам расскажет, как нужно делать, как не нужно делать. Ну да, хотя это один год будет опыт. На один год, я думаю, ссылаться не надо. Ну два-три года, конечно. Два-три года делать какие-то опыты, чтобы понимать. Ну и соответственно, что-то густота посева тоже очень важно. Ну 5 миллионов мы не семья там по стандартно. Ну да, кто смотрит тебя, тот наверное видит. Я постоянно смотрю, что ты экспериментируешь и с междурядем, и с нормами посева и так далее. Скажем так, ищешь, наверное, золотую середину конкретно, которая будет подходить именно под ваш регион, под ваши осадки, под ваше все, чтобы минимум затрат, скажем так, максимум эффект, да, золотая середина. Ну да, могут все на меня зайти, там, на канал, на Агромаксе, посмотреть, что к чему. Есть полностью подробная информация у меня на канале. Довольны ли ты техникой именно нашей, вот украинско-немецкий проект, как мы делаем раму, бочка в Украине, сборка в Украине, но все остальное мы используем импортные комплектующие. Самое главное, наверное, это немецкие рабочие органы по технологии Култана от завода КВД. Скажи свое впечатление, ты уже отработал там порядка 800 гектаров, да, осенью там и весной. Были ли какие-то поломки, может быть, какие-то там нюансы и так далее? Ну, поломок не было, основном были, мы с тобой такое доделали, там, такое, чтобы удобства были, как я это вижу, и там, с твоей помощью мы это доделали, допиляли, все, вопросов нету, как бы, ну, поломок никаких не было, ну, потеков тоже не было, так что, ребята, кто там пишет, что там поломки, течи, там, стирание игл, тоже этого не было. Многие мне писали, что еще с майлами нормы мы, там, конкуренты, там, смотрел, что мы там работаем 80 литров, это все, блин, это все ерунда, то, что я сам понял, минимум, который может работать этот агрегат, это минимум 135 литров, по-моему, 135 литров, он будет и игла не забиваться, будет четко работать, а то, что говорят, там 80 литров, ну, я думаю, если разбавить его с водой, то, да, это другой вопрос, а чистым кассом 80 литров работать явно не будет, по поломкам, ну, у нас ничего, вопросов нету, одна из того, что теперь понимаем, что надо пошире агрегат. Пошире, да, ну, пошире, пошире мы уже планируем, у Максима, я думаю, в новом сезоне уже будет, уже в осеннем, скажем так, летом будет уже 9-метровый агрегат. Ну, это все тоже будет, потом расскажем. Да, отдельно уже расскажем, кстати, ссылочку мы оставим под этим видео, кому интересно, из чего состоит, мы снимали осенью, Максим еще раз об этом повторил, на его канал сделаем ссылочку, так что зайдете, посмотрите. Мы уже часть полей опытных объехали, посмотрели с аэросъемки, заглянули к соседям и посмотрели поля Агромакса, который работал по технологии Култан. Ну, честно говоря, меня не удивил эффект, потому что 4 года уже показывают, показывают такой результат именно эта технология по Украине. Скажи, как тебе, вот, как тебе понравилась картинка с высоты птичьего полета? Картинка, да, картинка понравилась, но самое большее еще больше понравится, когда заедет комбайн. Согласен. И там, когда начнет туда что-то сыпаться, вот это будет самое интересное. Сейчас визуально все красиво, все ровно, все туда, еще надо момент подобрать, когда именно правильно заезжать, вносить, потому что когда мы начинали, это одно, а потом дождь оттянул, ну, в общем, уже на позднее внесение, когда выход трубку, уже, ну, как бы, нежелательно работать. Тут надо просто все отработать. Да, ты помнишь, это видео, когда снимал, попал внесение, все там писали в комментариях, Макс, что ты делаешь, колеса топчут пшеницу, то есть мы заходили уже перед выходом трубку, получается, правильно? Вот, и все говорили, все, там ничего не взойдет и так далее. Мы вам обязательно сейчас покажем там еще и аэросъемку, даже сейчас вы можете видеть, что, в принципе, колеи, как таковой уже и не видно. По срокам надо было чуть раньше заехать, просто дождь от нас пошел, и там два дня, четыре простоили, потом еще раз дождик брызнул, мы еще там два дня простоили, а за это время тепло пошло, она начала уже стартовать. Тут надо подгадать, чтобы все было просто ранее заехать, чтобы потом не было вообще никаких следов. Тогда будет все год, я думаю. Скажу так, ребята, по цвету, по равномерности внесения и по качеству внесения, по опытным полям Агромакса и его соседей, да, на сегодняшнем этапе мы уже можем понять даже по тому же цвету по равномерности, где будет лучше в любом случае. То есть мы сейчас не можем предугадать, сколько конкретно будет, но у нас есть антестер Яра, мы уже прощелкали, примерную урожайность понимаем. Оставим интригу, не будем вам показывать, рассказывать, покажет бункер. Потом вставим. Да, потом это вставим, да, и сравним как раз, как японский тестер, насколько он точно определяет, да, урожайность и так далее. Все с птичьего полета, я думаю, сейчас все увидят. Визуально картинку, что ты захватывал, рядом. Какие соседние поля, тут я думаю, все видно будет так. Ну, я надеюсь, что люди увидят, это, да, есть здоровая конкуренция между фермерскими хозяйствами, это хорошо. Конкуренция порождает развитие. Вот, поэтому желаем тебе только удачи, хороших урожаев. Спасибо большое, что встречаешь нас. Да, пожалуйста, приезжайте еще. Все, ребята, всем пока. С вами был Александр, компания Грожилни. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok